...проводить вебинары здания Московского архитектурного института. Вебинар проводится совместно Московским архитектурным институтом и Ассоциацией некоммерческим партнерством инженеров по отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха. Вебинар сегодня называется «Оценка устойчивости студенческих проектов в учебном процессе Московского архитектурного института Государственной академии». Я ведущая вебинара, многие меня знают, но для тех, кто не знает, Дробыч Марианна Михайловна, профессор кафедры инженерного оборудования зданий, вице-президент АВОК. Сначала я бы хотела представить, кто у нас слушатели, кто сидит по ту сторону экрана. На сегодняшний вебинар зарегистрировал 155 слушателей из 41 города Российской Федерации и 10 городов четырех зарубежных стран. И традиционно я называю эти страны и города. Белоруссия – Мозырь, Казахстан – Караганда, Кибастуз, Узбекистан – Ташкент и Украина – Днепропетровск, Киев, Одесса, Ровна, Харьков, Черкасса. У нас зарегистрировали слушатели из 23 вузов страны. Ну, а теперь я расскажу о том, о нашем уже вебинаре, кто сидит по эту сторону экрана. Как я уже сказала, вебинар проводится совместно с Московским архитектурным институтом и Мегомерческой ассоциацией инженеров АВОК. Московский архитектурный институт был организован в 1933 году, однако институт возник не на пустом месте, он продолжил традиции Московской архитектурной школы, ведущей свое начало с первой специализированной архитектурной школы, созданной в 1749 году, я зиму в Томске. Московский архитектурный институт является государственной академией и имеет 250-летнюю историю и является ведущей архитектурной школы России. С 1994 года Московский архитектурный институт аккредитован Королевским институтом британских архитекторов, а в настоящее время в нашем институте обучаются около 1700 студентов и аспирантов. Коротко о некоммерческом партнерстве инженеров АВОК. Ассоциация РУК была основана в январе 1990 года, когда на совещании в Мархи именно в этом зале, в котором мы сейчас присутствуем, собрались специалисты в области теплогазоснабжения и вентиляции из России, Азербайджана, Белоруссии, Грузии, Латвии, Литвы, Эстонии, Украины и других республик СССР и было принято решение о создании ассоциации инженеров. В настоящее время в ассоциации есть индивидуальные члены, коллективные члены, например, 320 российских и перебежных организаций. Ассоциация имеет большое международное значение. Она с 1990 года является членом Федерации европейских ассоциаций в нашей области, а с 1991 года является членом, ассоциированным членом американского общества, тоже нашей специальности. Ну и теперь я надеюсь, что вы уже настроились, все у вас, звук хорошо работает, и уже разрешите перейти непосредственно к проведению нашего видмара, который, еще раз хочу назвать, вебинаром «Архиавок. Оценка устойчивости студенческих проектов в учебном процессе Московского архитектурного института, который является государственной академией». И первое выступление разрешите, для первого выступления разрешите предоставить слово ректору Московского архитектурного института, которому мы очень гордимся. Он является действительным членом вице-президентом Российской академии художеств, действительным членом президиума Российской академии архитектуры и строительных наук, действительным членом Академии реставрации России, академиком Европейских академий наук и искусств, заслуженный деятель искусств РФФ Российской Федерации, почетный профессор ряда зарубежных университетов из Санкт-Петербургского института живописи, скульптуры и архитектуры. И поверьте, я назвала еще не все. А выступление называется «Архитектурная классика и принципы устойчивости». Спасибо большое. Хотел бы прежде всего приветствовать всех участников вебинара, здесь, в этом зале и в любую сторону экрана наших коллег во всех городах и в вузах, которые участвуют. Для Мархи это большая радость, что мы можем вместе работать. Я думаю, что это будет постоянно. Для нас также очень важно и работать АВОК, потому что мы надеемся, что, так сказать, руководители, будущие деятели АВОК являются доверенами руководством нашим инженерным комплексом. И я должен сказать, что проблемы устойчивости все больше захватывают буквально в силу весь учебный процесс Московского архитектурного института, в силу его состава доверия. Мы традиционно выделяем, как вы знаете, обязательное наличие творческих дисциплин, то есть опроектирование, но и непременно наличие художественных дисциплин, как я хочу подчеркнуть, и они тоже имеют, на мой взгляд, отношение к устойчивости, поскольку нехудожественная архитектура не может быть, мне кажется, авторей будущего инженерного комплекса, действительно, к коммунитарному комплексу, который я, в общем-то, прежде всего представляю. И вот в наших изменениях, наших программ по истории архитектуры, предостроительства, искусств, по-русски, 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 мы все больше стремимся к внесению анализа устойчивости исторических комплексов, зданий и методов подхода к архитектуре, которые уже существовали, и сравнение их с положением современной теории устойчивой архитектуры, в том виде, как она проявляется в различных концепциях, в различных странах. И все больше мы понимаем, что устойчивая архитектура современности, и, если вы понимаете, будущего, это архитектура, которая во многом рождается заново на основе нашего огромного исторического опыта. В общем, исторического опыта не только собственно архитектурной деятельности, привычном понимании, как выражение цивилизации, старой архитектуры в течение последних пяти тысяч лет, но и устойчивая архитектура, это прежде всего результат и дальнейший путь развития антропогенной, то есть создаваемой с участием человека, жизненной среды. И это началось очень давним. И вот эти давние традиции, которые по существу родились вместе с человечеством, и его началом, осмыслением им мира, мы не всегда уже ощущаем то, что это не выкреплено за около 2 миллиона прошедших лет. Это не 5 тысяч лет родителей архитектуры, а сотни тысяч лет освоения над человеком жизненного пространства. И мы сейчас, как это ни странно, возвращаемся к истокам представления пространства, соотношения земного пространства, космического, в катемиологическом смысле, в биологическом широком смысле, в соотношении человека и биосферы, и места архитектуры в этом процессе, если употреблять термином Гернацкого, это и продуманная сфера, и ее соотношение сферы, это, так сказать, человеческого смысла, окутывающую нашу планету, которая, на мой взгляд, тоже прежде всего выражается архитектурой, строительством и преобразованием ландшафта, которая идет на протяжении достаточно долгого времени. Для меня устойчивая архитектура – это в будущем вид классики. То, что было в классической архитектуре, ее разных формах, я не буду, может быть, их перечислять, это, естественно, не античная архитектура, и архитектура в Средневековье, и там, и Ромиссанцева. Можно перечислять разные названия, можно выделять разные исторические периоды, меньше, больше. Это вопрос технический и исследовательский. Но что происходит в создании современной устойчивой архитектуры, ее дружественность и отношение экологии, ее серьезная опора на историческое наследие и стремление не нарушить каноны этого наследия, а сохранить, ее стремление к инновациям, которым, все-таки, всегда лежало в самом фундаменте для образования жизненной среды с самого начала деятельности изменения пространства человеком. Все это вместе делает тот момент, в котором мы находимся, не просто значительным, а совершенно выдающимся. Это не комплимент нашему времени или нам самим. Это, в общем, результат того анализа, который мы проводим на кафедре истории архитектуры, участием других кафедр, и, так сказать, академии архитектуры, и академии художеств, академии наук, но вместе с Игорь Васильевичем и Сауловым мы абсолютно убеждены, что в архитектуре, устойчивой архитектуре новой эпохи должно возродиться качество, которое мы привыкли видеть в архитектуре классики. Основные, так сказать, свойства этого архитектуры. И одно из них — это художественное совершенство. Когда у нас некоторое время назад проходила огромная конференция по устойчивой архитектуре с участием многих стран и огромного количества вузов, было понятно, что исследования ведутся очень активные по энергосбережению, по концентрации энергии, получение, так сказать, возобновляемой энергии и использование этого в архитектуре. Но что ведется, экологические исследования, активные, фиксиальные и так далее, но что ведется в значительно меньшей степени, это поиски соединения инновационных решений в инженерной области с художественными исканиями, с стремлением к яркости художественного образа. И вот мне бы хотелось подчеркнуть, что в выдающихся инженерных сооружениях, которые также являются и архитектурными, и также построены в Шухово, было найдено это соединение выдающейся инженерной мысли и очень ярко художественного образа. То есть это возможно. И таких примеров мы могли бы, конечно, в историю привести бесконечное количество начинается открытие ордера в Средиземноморье. И я еще раз хотел бы повторить, что мы находимся в обыкновенно увлекательной ситуации, когда нам нужно найти соединение вот этих важнейших компонентов и суметь внушить необходимость этого соединения и создание новой строительной архитектуры нашим студентам, что, собственно, мы пытаемся все время делать. И я еще раз хотел бы благодарить АВОКО за огромную работу в этом, большую помощь в том числе и нам, всему сообществу, но в том числе и нашему институту. Спасибо большое, очень благодарю всем послушать. Спасибо большое, Дмитрий Олегович, спасибо огромное, было очень-очень интересно. Я думаю, что ваше выступление будет прослушано не один раз, потому что будет такая возможность, это будет, наш вебинар будет выложен в интернет, и те, кто сегодня не прослушал, и те, кто захочет еще раз прослушать, я лично еще раз послушаю. Спасибо большое, ну и так как у нас вебинар Марки и АВОК, то есть вебинар архитекторов и инженеров, то взгляд архитектора на устойчивую архитектуру, свой взгляд, я думаю, выразит в своем выступлении Исауру Георгий Васильевич, проректор по научной работе Московского архитектурного института, академик Российской академии архитектуры и строительных наук, заслуженный архитектор Российской Федерации, доктор архитектуры, профессор, я думаю, что это еще не все. Пожалуйста, Георгий Васильевич, вам слово. Уважаемые коллеги, я рад приветствовать всех, независимо от территории, нас сейчас объединяет где понимание, может быть, осмысление того, что происходит в архитектурной деятельности и того, каким может быть вот это окружение, современное окружение, но ушли от понятия одного объекта, как определяющего в архитектурной деятельности, более в градостроительной деятельности, мы приходим все больше к пониманию того, что создание всей жизненной среды, это и есть смысл творчества архитектора, градостроителя, сейчас это и урбанисты, дизайнеры, количество участников процесса, формирования и понимания сначала среды и жизнедеятельности расширяются, но сегодня ключевым становится понятие устойчивости, вот о чем говорил Дмитрий Олегович, устойчивость как способность среды и жизнедеятельности, вообще деятельности сохранять то, что накоплено человеком, то, что дано природой, Богом дано, вот это важное представление о развитии, сформированное целым рядом международных самых, ну, где-то самого высшего уровня симпозиум, симпозиум, конференции и так далее, оно стало определять и деятельность образовательную, сама архитектура получает множество различных названий, которые создаются в трусах этих концепций. Это и устойчивая архитектура, и зеленая, экоустойчивая, экологичная, энергоэффективная и так далее. Понятно, что каждое время дает определение своей архитектуре, что мы сейчас представляем с вами и античность, и средневековье, классицизм, общее название, но рождающие образы ясные, четкие, тех достижений, которые человечество создало или достигло которых в те или иные периоды времени. Словосочетание устойчивой архитектуры, сейчас очень парадоксально звучащие именно в архитектуре, в строительной деятельности, тоже, наверное, нуждается в каком-то периоде осмысления. И вот состоявшийся в 2011 году симпозиум, мы считаем такой точкой отчета, о нем уже упоминалось, Дмитрий Олегович говорил, о том, что на этом симпозиуме существует представлен некий такой срез понимания сегодняшнего, современного понимания проблем развития устойчивой архитектуры. А после этого наиболее может быть плотно или содержательно мы изучаем и в научной составляющей нашей деятельности института, и в практической, педагогической, методической деятельности. Мы пытаемся понять, как достижения науки, как те возможные различные взгляды и с одной стороны это художественные идеи, которыми полон современный мир, с другой стороны это технологические достижения, которые буквально окружают нас информационные технологии. Вот все это в совокупности с рождением новых материалов, новых конструкций обеспечивает замечательные возможности для интеграции наших усилий, усилий всех на решении целого ряда уже обозначенных нами задач. С одной стороны художественных, с другой стороны технических, технологических. И что же собственно сегодня считать устойчивой архитектурой, какой может быть определение. Мне кажется, что самым кратким может быть определение устойчивая архитектура, это экологически ориентированная архитектура высоких технологий. Здесь не звучат слова эстетические, художественные и так далее, но традиционно архитектуры вкладывают понимание архитектуры в отличие от обычного строительства или просто строительства, это свое понимание эстетического совершенства. Основные принципы, которые определяют подходы к формированию их заданий на создание устойчивой архитектуры, сегодня их несколько, на мой взгляд, я позволю себе их перечислить, это гармонизация социальных, экономических, экологических, территориально-пространских факторов развития поселения. То есть от целого к частному, от понимания роли всего поселения, всей системы расселения, агломерации и так далее, мы как от общего переходим к единичному объекту и понимаем каким он должен стать. Выявление оптимального сочетания стабильного и изменяемого в программе проектирования объектов, настойчивое, то есть ориентированное на долгую развитую жизнь и совершенное наполненное смыслами, которые зависят от самих людей, от того, насколько они развиваются, как они относятся к природе, как живут между собой. И в этом смысле архитектура, здания и сооружения, они обладают постоянными, константными, не меняющими характеристиками и сочетанием с изменяемыми. Конечно же мы говорим о необходимости влияния на природу и взаимного влияния природы на архитектуру, природосообразность и биомеметика еще один принцип. адаптивность к вызовам и рискам природно-климатического и технокласса. Телирование пространственное и математическое форм зданий и пространств в зависимости от факторов, которые определяют весь жизненный цикл, как здания, так и среды. Может быть, жизненный цикл для произведения архитектуры звучит несколько наивно и условно, но мы понимаем, что речь идет собственно о характере этой деятельности, о продолжительности этой жизни. И вот анализ всех этих возможностей дал нам основание для того, чтобы совокупность этих факторов, постепенно изучаемая в процессе движения студентов от младших к старшим курсам, стала бы предметом анализа, изучения на различных типах проектов. А как систематизировать, объединить их? Существующие рейтинговые системы оценки устойчивости, о мировом опыте, о практике много известно. И вот в том числе мы поставили себе задачу разработать такую рейтинговую систему, которая бы обеспечивала возможности формирования новых представлений об архитектуре в учебном процессе Московского архитектурного института. Различная типология зданий, сооружений, поселений естественно вносит свои требования, обеспечивает особенность существования этой системы. Поэтому мы на примере различных подходов, кафедр и так далее хотим сегодня продемонстрировать, как это рейтинговая система, что это такое собственно, как она используется в нашей деятельности. Сначала научной, затем методической, образовательной. Вот об этом сегодня хотелось бы поговорить. Спасибо. Спасибо большое, Георгий Васильевич. Очень интересно, мне понравилось ваше определение устойчивой архитектуры. Это экологически ориентированная архитектура высоких технологий. Правильно я записала? Да. Замечательно. Замечательно. Я это использую в нашем журнале «Здание высоких технологий». Это определение с вашего позволения. Спасибо. О взгляде инженера на устойчивую архитектуру выступит с этим докладом Юрий Андреевич Табульщиков, вице-президент Ассоциации инженеров АВОК, заведующий кафедрой инженерного оборудования зданий Мархи, профессор, доктор наук, член-корреспондент Российской Академии архитектуры и строительных наук, лауреат Нобелевской премии мира 2007 года в составе межправительственной группы по изучению изменения климата. Пожалуйста, Юрий Андреевич. Спасибо большое за представление и доброе утро. Я, в общем-то, рад, что есть такая возможность выразить свое представление об устойчивой архитектуре мне как инженеру. Я должен сказать, что в настоящее время весь мир работает над проектированием и строительством зданий, удовлетворяющих требованиям зеленого строительства, зеленой архитектуры и устойчивой архитектуры. Иногда эти понятия совмещают специалисты, но на самом деле их смысл довольно существенно различается. Зеленая архитектура или зеленое строительство это прежде всего строительство и архитектура направленное на сохранение экологического баланса в среде обитания человека. Экологический баланс это все-таки минимизация потребления энергетических ресурсов, минимизация потребления водных ресурсов, сохранение зеленых насаждений и так далее. Что касается устойчивой архитектуры, то это понятие принципиально шире, оно включает в себя и зеленую архитектуру, и внутренний микроклимат, инфраструктуру, то есть все, что относится к среде обитания человека. Устойчивая архитектура есть следствие понятия, которое было сформулировано в организации объединенных наций, как устойчивое развитие, когда существующее поколение людей потребляют энергоресурсы в той степени, в которой они необходимы, но при этом сохраняется возможность для будущих поколений, также удовлетворяя свои потребности этими энергоресурсами. Таким образом, устойчивая архитектура это понятие среды обитания человека, которое включает и строительные мероприятия, инфраструктуру, и экологические, и наличие транспортных средств и так далее. То есть большой комплекс мероприятий. Отсюда следует, что все-таки устойчивая архитектура и зеленое строительство не есть новое направление в мировой строительной индустрии, такие, как, например, энергоэффективные здания, здания биоархитектуры, здания интеллектуальные, пассивные и так далее. Это все-таки система оценки среды обитания человека. Нормативно-методической базой устойчивой архитектуры является рейтинговая система среды обитания человека. Что такое рейтинговая система? Это совокупность архитектурных, инженерных, экологических, экономических и других требований, позволяющих количественно в конечном счете определить качество среды обитания человека. Каждый из показателей среды обитания человека здесь называется в рейтинговой системе категории. Вот, например, перечисленные категории, которые наиболее часто имеют быть востребованными. Это комфорт и качество архитектурно-пространственной среды, архитектурно-полненовочные концепции здания, источники теплоэнергоснабжения, энергоэффективность ограждающих конструкций, интеллектуализация здания, микроклимат и энергосбережение, рациональное водопользование, экологическая безопасность, инновационные предложения. Могут быть и другие категории, это зависит от того, что, в общем-то, специалисты для данного региона вкладывают. Значит, такие рейтинговые системы, они существуют уже в мире давно, и наиболее известны среди них это рейтинговая система, которая в Великобритании, БРИАМ, следующая за ней рейтинговая система ЛИД, которая создана в Соединенных Штатах, немецкая система DGNB, французская система, австралийская система, то есть я хочу сказать, что сегодня практически каждая развитая страна имеет свою собственную рейтинговую систему для оценки среды обитания человека. Дальше. Вот, по системе БРИАМ, к настоящему времени сертифицировано больше 250 тысяч зданий в 50 странах мира. По системе ЛИД более 10 тысяч зданий, часть зданий и в России просертифицированы по этим системам. По немецкой системе, которая набирает с каждым годом все большую популярность, это просертифицировано 250 зданий в 16 странах мира. Так, вот, нужно сказать, что у нас, когда была подготовка к Олимпиаде, то по договору с Олимпийским комитетом все объекты должны были быть просертифицированы по рейтинговой системе, либо отечественной, которая к тому времени не была международно подтверждена, либо по какой-то международной системе. Но, в общем-то, вот сегодня идет подготовка к чемпионату мира по футболу. Стадионы также должны быть просертифицированы по одной из рейтинговых систем, и дана им такая оценка, чтобы можно было на них проводить соревнования. А стадионы вообще это огромные потенциальные такие загрязнители от окружающей среды. Наконец, кроме зарубежных систем, мы создали свои отечественные системы рейтинговые оценки устойчивости среды обитания человека. Это для жилых и общественных зданий, и учитывая, что наша страна огромная, в отличие, скажем, от той же Германии, Англии или других стран, то к ним был разработан дополнительный стандарт учет региональных особенностей, это значит, учитывая экономические, экологические, климатические условия, дальше, пожалуйста. Дальше был создан стандарт рейтинговых систем вообще для спортивных сооружений, нами был создан ГОСТ-Р, экологические требования к зданиям с точки зрения устойчивости архитектуры или строительства. Дальше. В настоящее время заканчивается работа по созданию российского зеленого стандарта для оценки стадионов чемпионата мира по футболу, который состоится в 2018 году. Идет согласование с ФИФА. В мире огромное количество организаций, которые занимаются устойчивой архитектурой и отдельные специалисты, построены много зданий, эти здания постоянно популяризируются. Я бы отметил среди них такой комплекс зданий, который построен в Гамбурге, называется Хаффен-Сити район, совершенно замечательный. гамбурган. Но я должен сказать, что не только зарубежная литература, можно сказать и о нашей литературе. Например, у нас издается популярный журнал «Здание высоких технологий», можно просматривать его. Создано энергоэффективное здание, книга, которая подытоживает международный опыт, книга «Монография инженерное оборудование высотных зданий». Пожалуйста. Но в общем-то необходимость внедрения устойчивой архитектуры для оценки студенческих проектов, это является органически востребованной для архитектурных институтов. Почему? Потому что в архитектурном институте студент как раз проектирует здание целиком. И это здание может быть поставлено под эту оценку. С этой целью нами в институте, имею в виду, с участием всех кафедр под руководством по существу проректора Есаулова Георгия Васильевича был разработан пакет методических указаний по оценке студенческих проектов. Здесь представлены обложки этих методических указаний для оценки архитектурного проекта жилого и общественного здания по принципу устойчивого развития. Следующая методичка это оценка архитектурного проекта здания школы, которые выполняют студенты по принципам опять же следующие пожалуйста это производственно промышленного здания. еще дальше и наконец сельскохозяйственного здания и продолжаются работы над развитием совершенствования новых. Очень важно сказать о структуре методических указаний по рейтинговой оценке курсовых и дипломных работ с позицией устойчивой архитектуры. Ну вот как я уже говорил что все требования определяются категориями. Можно посмотреть на первую категорию комфорт и качество архитектурного пространства. Категория состоит из критериев индикаторов и баллов. Например критерий в этой категории акустический комфорт относится к планировочной квартала с учетом расположения источников шума. Далее оценивается сколько какая важность этой категории какое количество баллов ей присваивается. Количество баллов это довольно творческое понятие и оно может меняться в зависимости от поставленной задачи. Следующая категория это архитектурно-планировочная концепция здания. Здесь на первом месте стоит критерий форма размера и ориентации здания. Как это здание учитывает направленное воздействие солнечной радиации и ветра на здание каким количеством это оценивается. Пожалуйста дальше. Здесь ставится задача выбрать такую форму оболочки здания его ориентации чтобы максимально учитывать положительное и нейтрализовать отрицательное воздействие наружного климата. И при этом студентам рассказывается на лекциях какие наиболее интересные дальше проекты были выполнены такие как информационный центр корона в Финляндии как здания фостеровские как использование двойных фасадов которые позволяют максимально учитывать воздействие наружного климата на здания. Пожалуйста дальше. Следующее например источники теплоэнергоснабжения. Опять же вводится критерий нетрадиционной источники предполагает ли в своей работе студент что будут ориентированы на использование энергетических нетрадиционных источников. Дается оценка пожалуйста дальше. Вот например рассказывается что даже остекление может быть элементом в современных зданиях энергоснабжения если покрыто специальной пленкой которая вырабатывает электрическую энергию. Пожалуйста дальше. Категория интеллектуализации здания тоже есть критерии и студент выбирает какие элементы какие индикаторы он будет использовать или предполагает использовать в своем проекте. Следующее это микроклимат и энергосбережение дальше пожалуйста. В общем-то в результате по величине набранных баллов оценивается класс устойчивости проектируемого здания. Каких результатов достиг студент используя те или другие мероприятия. Если оказалось пожалуйста дальше что вот класс устойчивости и всем классом наивысший класс первой категории второй средний если он не добрал то студент может быть вернуться в своей работе и просмотреть какие мероприятия можно использовать чтобы повысить качество среды обитания человека. И каким образом в общем-то эта работа выполняется пожалуйста дальше значит лекция проводится по теме рассказывается об этой рейтинговой системе предлагается какие мероприятия рекомендуется современное выполняется практические задания консультации ведутся по проекту выполняем дальше и студент заполняет рейтинговую систему нужно сказать что эта работа для студента заполнения в методичке уже имеется заранее подготовленная форма которую студент просто заполняет на эту работу как правило студент не тратит больше полутора двух часов при этом он дает некоторые комментарии нужно сказать что за годы которые мы проводим эту работу студенты с большим интересом и даже удовольствием воспринимают вот эти рейтинговые системы для оценки своих проектов это спасибо большое я все сказал спасибо большое Юрий Андреевич тоже вот третий доклад и очень интересно просто мне оторваться хочется все время записывать такие высокие мысли мы прослушали основополагающие доклады и Юрий Андреевич в своем выступлении рассказал о структуре методических указаний о том как они внедряются как они внедряются в учебный процесс и теперь вот мы попросили ведущие кафедры Московского архитектурного института рассказать о результатах внедрения рейтинговые оценки устойчивости студенческих проектов выполняемых на их кафедрах и какие-то наверное отметить особенности именно для их кафедр и вот первую кафедру я приглашаю заведующего кафедры Аурова Валерия Васильевича заведующего кафедры архитектуры общественных зданий Ауров Валерий Васильевич профессор кандидат архитектуры член корреспондент международной академии архитектуры московское отделение неоднократный лауреат международных и союзных архитектурных конкурсов более 45 лет преподает марши пожалуйста спасибо добрый день коллеги я бы хотел рассказать поделиться об этом эксперименте который проводится в нашем институте напомню что в марши к проблеме понимания и оценке студенческих работ по принципу устойчивой архитектуры обратились в 2011 году надо сказать что к этому времени многие федеральные организации разрабатывали положение и критерии учитывая каждую свою деятельность но когда мы рассмотрели это в общей сумме критерий оценки у каждой организации за шкалью за 650 это громадная цифра поэтому как сказал Юрий Андреевич ранее мы разработали в нашем институте свои критерии индикаторы в том числе учитывая международный опыт но должен напомнить что при освоении основной дисциплины архитектурное проектирование в вузах в проектных студенты в объемном проектировании в первую очередь обращаются к вопросам композиции объемного решения решать задачи форм образования и функции но архитектура это должна учитывать и большой комплекс сложных проблем других специальностей смежных в том числе и устойчивой архитектуры вот поскольку образовательный процесс по архитектурному проектированию построен на последовательности на последовательности на освоение и разработке от простых объемов до более сложных на старших курсах поэтому и включение как бы смежных специальностей мы тоже провели по этому же принципу от простых до сложных и поэтому весь блок освоения критериев по устойчивой архитектуре мы разделили на ряд блоков которые каждый из которых сопровождают тот или иной проект от младшего курса до старшего поэтому таким образом студент как бы последовательно с первого несложного проекта усваивает несколько отдельных критериев устойчивости отвечающих тем проекта и характеру его освоения требования к выполнению определенных критериев устойчивости студенту прописывается уже в проекте задания по каждому проекту вот обратимся по этому положению к третьему курсу когда мы задаем третьего курса на пятом семестре выведите здесь в третьей графе общественные здания зальние честные структуры это первый проект на третьем курсе и дальше идут критерии которые должен выполнить студент и индикаторы их выполнения далее ему указываются баллы и класс устойчивости как подсчитывается следующий проект на этом же семестре многофункциональный объект уже как бы учитывает другие критерии и другие индикаторы но при втором проекте студент уже самостоятельно возвращается как бы и учитывает ранее разработанный предыдущий проект пример пожалуйста вот пример первого клуба здесь как бы надо еще напомнить что каждый проект чтобы было понятно студенту оценивается 10 баллами так же как сам проект если мы перейдем к 100 балльной системе в проекте то и здесь мы увеличим все оценки 10 раз и данный проект был по классу устойчивости оценен цифрой 8 по архитектуре по архитектурному проектированию преподавателям был оценен 9 по инженерии по конструкции в 10 ну средний высокий балл следующий на четвертом курсе критерий естественного зарастает и как я уже сказал студент повторяет это вот школа она оценена тоже по всем показателям 9 баллов что очень высоко таким образом студент до самого последнего курса выпускного проходит шкалу как бы всех вот этих позиций и критерий осваивает их постепенно ступенчато это упрощает как бы задачу усвоения класса устойчивости и уже непосредственно выпускной квалификационной работе он должен в своей работе всем критериям в своей работе ответить это уже как бы подписывает общую оценку так инженер инженерное оборудование и оценка выставляется уже датом вот что касается магистров по магистру проектного направления должен учитывать в каждой своей работе весь класс уже весь спектр критерий которые прописаны как говорится по нашим методичкам вот опыт усвоения критерий устойчивости их влияния на форме образования проектированного объекта вот ступенчато последовательно позволяет студенту как бы глубже вот не только усвоить очередной и повторить предыдущий более глубже усвоить вот эту вот проблему и взаимосвязь и влияние критериев устойчивой архитектуры на форму образования и таким образом как бы проявляется еще более тесная связь со всеми смежными капитами спасибо спасибо большое Валерий Васильевич я хочу вам напомнить что у вас есть возможность задавать вопросы в чате вы можете писать вопросы и когда мы прослушаем все выступления то мы ответим на все ваши вопросы у нас приглашаем Александра Алексеевича Крусталева заведующего кафедрой архитектуры промышленных сооружений профессор кандидат архитектуры руководитель авторского коллектива самого высокого здания в Европе Москва Сити высота этого здания 330 метров 88 этажей почетный архитектор Российской Федерации и на трех последних международных смотрах конкурсах дипломных проектов проекта кафедры дважды получали высший приз золотая медаль имена имени Рогачева пожалуйста Александр Алексеевич Добрый день уважаемые коллеги основные позиции устойчивой архитектуры по специализации промышленных сооружений базируются на следующих основных положениях их три первое это безопасность и благоприятные условия жизнедеятельности человека второе это ограничение воздействия на окружающую среду и третье это учет интересов будущих поколений однако специфика промышленных сооружений веду значительно энерго и ресурсы затрат накладывает также еще дополнительные требования к архитекторам которые занимаются проектированием подобных объектов суммируя вышесказанное основное положение устойчивого строительства промышленных объектов следующее это сведение к нулю любых вредных выбросов это углекислота испарение грязная вода подходы жизнедеятельности и так далее это что немаловажно сокращение энергопотребления тепла внутри здания в замочном цикле повторное использование подобного тепла для сведения минимума расходов энергии это использование местных устойчивых строительных материалов дерева камень песок глины и так далее это долгосрочное использование воды ее повторное применение глубокая очистка это сохранение природной среды обитания это защита культурного наследия и социальном разнообразии ну и в целом защита здоровья и безопасности людей работающих на промышленном предприятии ну и во всей окружающей его районе перечисленные выше позиции уже в течение ряда лет реализуются в курсовом и дипломном проектировании на нашей кафедре примером может служить дипломный проект Васьковской Алины цементный завод в Краснодарском крае вот в данном случае представлен основными позициями вот по линии как раз устойчивой архитектуры подобного архитектурного решения являются следующие во-первых это применение энергосберегающего технологического процесса так называемого сухого по сравнению с традиционным мокрым то есть как раз изготовлением цемента вот что дает по энергоэффективности не менее 35% второе то что непосредственно зашло бы в общем-то архитектора это сокращение технологической связи между основными цехами с учетом использования рельефа отведенной территории что ведет помимо прочих к сокращению площади освоенного участка почти на 40% по сравнению с исходным проектом что здесь также реализовано это модульное построение цехов обеспечивающих технологический процесс что позволяет достаточно просто производить модернизацию оборудования вот по той ретерменной системе которая у нас в общем-то есть про которую говорит Юрий Андреевич проект получил 247 баллов не добрав всего 3 балла до самой максимальной отметки и того он получил высшую первую категорию по уровню устойчивости подобные в общем-то системы у нас также внедряются не только на дипломном проекте но и на проектах пятого курса вот в частности весенний семестр мы проектируем технопарки но необходимо ответить что еще более строгие критерии по устойчивой архитектуре выдвигаются к инновационным промышленным объектам особенно к различного типа технологическим паркам в настоящее время инновационный цикл составляет около трех лет после чего в большинстве промышленных производственных предприятий около 30% зданий претерпевают различные изменения или переделки это происходит вследствие изменения финансирования технологии исследования численности специализации персонала влияние и разделение фирмы ну и так далее и так далее вот и проектированные на пятом курсе весеннего семестра вот технологические парки должны с нашей точки зрения обязательно ответить положительно конечно на эти дополнительные вопросы они должны обеспечить максимальную гибкость производственных пространств а также создать такую организацию инженерных систем которые удовлетворяют меняющимся потребностям многих пользователей всем указанным требованиям в полном объеме соответствуют два представленных в общем-то здесь проекта следующий проект это проект Дениса Андреева это технопарки около московского автомеханического завода в районе метро электрозаводская вот это уже собственно второй проект это проект Сергея Киселева по Римфовскому подсчету о пробелом у нас действительно в институте вот они также получили первую категорию по уровню устойчивости в заключении необходимо в общем-то отметить что проблемам устойчивой архитектуры у нас посвящены специальные в общем-то разделы во всех наших последних разработках по учебным пособиям вот которые постоянно в общем-то внедряются у нас на кафедре вот примером как раз может быть вот это вот методическое методическое пособие инновационный технологический парк благодарю за внимание спасибо вам большое за опыт за то что вы рассказали опыт об опыте внедрения рейтинговой оценки на вашей кафедре и я прошу прощения я когда представляла Александра Алексеевича я оговорилась я неправильно назвала приз золотая медаль имени Александра Григорьевича Рычагова ну вот никак у меня Рычагов не получается народный архитектор СССР прошу прощения о результатах внедрения об опыте внедрения о результатах внедрения рейтинговой оценки устойчивости студенческих проектов на кафедре архитектуры сельских населенных мест вот мы пригласили рассказать заведующего этой кафедрой Новикова Владимира Александровича Новиков Владимир Александрович доктор архитектуры профессор почетный архитектор России почетный работник высшего образования член-корреспондент Международной Академии информатизации автор около 100 проектов и построек свыше 80 научных публикаций в области архитектуры промышленных и агропромышленных объектов пожалуйста Владимир Александрович Добрый день значит наша кафедра занимается двумя крупными проблемами первая это планировка и застройка сельских населенных мест и загородных поселений и вторая проблема это объекты агропромышленного комплекса то есть это предприятие растеневодства животноводства и так далее устойчивость архитектуры села и агропромышленного комплекса является фактором развития сельхозпроизводства и создания благоприятной среды для трудников сельского хозяйства в настоящее время эта проблема была особая актуальность в связи с последними событиями связанными с санкциями и так далее вот наша кафедра много лет занималась проблемами экологии и энергосбережения архитектуры сельских зданий с оружием вот еще в 80-е годы прошлого века выполняли ряд проектов совместно с институтами ВАСХНИЛ гидропроект атом-энергопроект по созданию нового типа предприятия так называемого энергогенологического комплекса где тепло атомных тепловых станций металлургии химии заводов использовалось для выращивания сельхозпродукции то есть создание таких безотходных экологических предприятий это была интересная работа связанная с продовольственной программой СССР она получила хороший отзыв но сейчас совершенно другие задачи вот сельская местность и сельские поселения кардинально меняются по целому ряду причин это и социальное расслоение людей и это разные формы хозяйствования вот и эти проблемы они приводят к созданию совершенно новых типов предприятий фермерских хозяйств которых раньше не было каких-то акционерных обществ и так далее причем поселения сельские они распадаются на ряд модулей то есть все это гигантизм советского периода он сходит на нет сейчас создается масштабная новая среда для человека его труда и быта и мы при выполнении работ связанных со студенческими проектами по устойчивой архитектуре берем именно такие проекты которые актуальны до сегодняшнего времени пожалуйста если бы он вот значит дальше вот показан проект студента Никитина дипломная работа это проект фермерского хозяйства которая была высоко оценена ГЭКом вот особенность этого проекта заключается в том что здесь широко применены различные атернативные источники энергии ветровая солнечная и биогаз вот и а со стороны архитектуры это предложение оценивалось положительно как такое здание многофункциональное где объединены жилье склады и производственные объекты то есть это семейная ферма такого современного типа высокотехнологичная вот и по оценке этот проект оценивался по критериям использования альтернативных источников энергии там набрали они 10 баллов вот соединяя с этими баллами с архитектурными и конструктивными баллами проект в целом получил хорошую оценку если переводить на 5-бальную систему так это дальше значит теперь вот вторая работа представлена это проект многофункционального многофункционального здания обслуживания сельской местности это новый тип предприятия поскольку в каждом поселке невозможно построить магазины клубы и прочее мы переходим на проектирование многофункциональных межселенных объектов которые обслуживают население целых ряд поселков и вот этот проект был оценен очень высоко на осмотре дипломных проектов это это получил по-моему диплом первой степени на осмотре как комплекс где сблокированы различные торговые развлекательные и обслуживающие зоны в один объем который представляет из себя такой образец зеленой архитектуры как такая зеленая кровля используемая и интересное конструктивное решение пожалуйста дальше вот и последняя работа которую я хотел показать это планировочная работа это дипломный проект поселения в Архангельской области где использованы традиции русской архитектуры в архитектуре самих зданий но совершенно по-новому решена планировка поселения здесь здания сгруппированы в такие группы типа таунхаусов вот и центральная часть поселка представляет свой парт или сад в котором расположены объекты обслуживания этот проект получил высокий рейтинг по показателю объемно-планировочного решения и по планировке зданий и окружающей территории тоже получил 10 баллов вот но с учетом того что это оценивалось еще другими специалистами это оценка общая ну так 4 плюсов будем так сказать вот мы с удовольствием занимаемся этой проблемой вот вместе с кафедрой инженерного оборудования вместе с Валентиной Михайловной Черной доцентом этой кафедры с интересом разрабатывали этот документ по рейтинговой оценке наших объектов сельской архитектуры и мы с удовольствием и причем наши студенты с удовольствием занимаются этой проблемой спасибо спасибо большое Владимир Александрович вот хочу отметить что в каждом наступлении говорится о том что студентам нравится им нравится такая рейтинговая оценка они с удовольствием принимают не участие и об опыте и особенностях о результатах внедрения рейтинговой оценки устойчивости студенческих проектов на кафедрах градостроительства расскажет Наталья Георгиевна Благовидова профессор кафедры кандидат архитектуры и уряд международных и российских конкурсов за представление научных и проектных работ студентов автор учебника архитектурная экология разработчик концепции экологического образования в архитектурных вузах здравствуйте дорогие коллеги в основу разработанной концепции и программы экологического образования положена рейтинговая оценка устойчивости студенческих проектов в учебном процессе и здесь в этой концепции большое значение придается спецкурсам инженерных кафедр и клаузурам отражающим применение экотехнологий в проекте а также семинарам тренингом по обучению инновационным экотехнологиям в этом году благодаря поддержке национального агентства устойчивого развития студенты побывали на двух площадках следующие пожалуйста в центре дизайна арт-плей где студенты познакомились с одним из ярких примеров экоустойчивого здания в Москве построенного в 2014 году и авторы проекта наши отечественные Максим Низов и Мария Суркова ставили перед собой задачу показать современные возможности использования дерева и вы видите что образ здания здесь решен не традиционно хотя традиционные материалы и следующая площадка вторая это здание академии Сенгабен высоко технологичное энергоэффективное здание было реконструировано из постройки 1961 года с применением инновационных материалов и инновационного инженерного оборудования информация проектирования с позиций зеленой архитектуры полученная на реальных объектах студентами она эта информация по мнению студентов заставляет по-новому взглянуть на задачи архитектора и рождает новые идеи но такие семинары экскурсии пока еще инновации в нашем образовательном процессе а вот клаузуры для студентов мархи традиционные и эти клаузуры выполнены за последние три года по темам эко-город город будущего и общественные пространства города в количестве намного превышающих 200 клаузур точно не могу число сказать я представлю вам только несколько примеров в которых студенты именно проектируют пытаются свои идеи устойчивого проектирования показать в этих экспериментальных проектах вот перед вами город здоровья выполненные студентом шварцманом половучая конструкция в черном море около берегов сочи здесь основная функция медицинский туризм доступный для многих поскольку передвигающаяся платформа разработанные и половучие конструкции понтонов экотранспорт озеленение конечно экотехнология в примере следующий проект в примере энергоэффективного дома в городе будущего немножко не под порядком хорошо после знакомства с работами Яна Гейла который побывал в Москве и я со студентами помогала реализовать его работу московскую студенты с энтузиазмом разработали благоустройство открытых пространств города в своих клоузурах и здесь объединили три клоузуры студенческие нетрадиционно решали уличное оборудование с использованием эко-материалов возобновляемых источников энергии встроенные в уличное оборудование используя цвет форму и студенты Богданова Зайцева Глушенко Расторгуева и следующий пример энергоэффективного дома это вот одна из последних клоузур в городе будущего объединены традиционные формы колеса и стихии воды внутри колеса жилое пространство а наружная оболочка вращаясь вырабатывает энергию ну вот клоузуры их можно о них почитать они опубликованы статьи о них статьи академии журнал академии и эти клоузуры показали готовность к решению экологических проблем и устойчивому проектированию в проектах кафедры городостроительства используются все группы критерий входящие вот в эту рейтинговую систему но в зависимости от планировочных уровней тематики разрабатываемого проекта поставленных задач могут быть разработаны иные новые критерии соответствующие уровню городостроительному вот работа Анны Чураковой это магистрская диссертация планировочные принципы организации жилых территорий прилегающих к природному комплексу наряду с отраженными в рейтинговой системе пятью группами критериев добавлены новые которые отвечают принципу социальных взаимосвязей общественно ориентированное планирование территории оно отвечает современным требованиям устойчивости и второй принцип положен здесь разработанные критерии ландшафтно планировочный характеризуется соотношением балансом природного комплекса и застройки что особенно важно при строительстве с прилегающими природными комплексами по сумме баллов класс устойчивости высокий вторая категория но здесь как раз мы не могли подсчитать еще не придумали вот эти баллы новых введенных критериев и последняя работа о которой хотел сказать недавняя совсем это Алина Ермолович разработала концепцию водного диаметра в современном городе на примере Минска здесь также разработаны принципы организации непрерывных водно-зеленых подсистем водного диаметра и из этих принципов три соответствуют разработанным критериям в рейтинговой системе а три совершенно новые и вот этот один из новых это принцип биоразнообразия при консультации специалистов биологов Московского государственного университета здесь были разработаны планировочные приемы которые помогали организации беспрепятственной миграции животных через магистрали организация заказников лесных массивах создание гнездования условий гнездования птиц ну и другое вот что хочется в заключение сказать что еще предстоит очень большая работа на кафе гнездового строительства потому что уровней много тематика от дворовых территорий до системы расселения гигантская и мы готовы к этой работе спасибо за внимание спасибо большое Наталья Георгиевна вот Наталья Георгиевна в своем выступлении отметила что студенты делают клоузуры и я как ведущая хотела бы рассказать о том что в начале 90-х когда еще у наших студентов не было компьютеров чертежи они выполняли вручную и рисовали руками это было очень интересно на кафедре инженерное оборудование издание которое возглавляет профессор Табунчиков Юрий Андреевич президент Авока мы проводили клоузуры на тему энергоэффективные издания и вот Юрий Андреевич в своем выступлении показывал книжку энергоэффективные издания в конце этой книги мы разместили некоторые из этих клоузур и что вот интересно что в то время когда они делали эти клоузуры некоторые моменты были совершенно фантастические а потом их просто внедрили в практику вот например там была идея о том что нужно использовать энергию волн а через какое-то время энергию волн мы сейчас знаем используют там есть одна клоузура которую пока эту идею еще никто не воплотил ну может быть воплотит так вот эта клоузура говорила о том что можно ловить энергию молний накапливать и использовать эту энергию это большие запасы я думаю что самая главная проблема в том как саккумулировать эту энергию но может быть через несколько лет и эта идея будет воплощена то есть если у вас есть эта книга энергоэффективное издание посмотрите в конце вот студенты очень любят смотреть на эти клоузуры начала 90-х ну а теперь мы возвращаемся и о результатах и особенностях внедрения рейтинговой оценки устойчивости студенческих проектов кафедры реконструкции и реставрации в архитектуре вот заведующий этой кафедрой Щенков Алексей Серафимович доктор архитектуры профессор член-корреспондент Российской Академии Архитектуры и Строительных Наук автор историко-архитектурных монографий и методических учебных пособий по работе с объектами культурного наследия лауреат Государственной Премии Российской Федерации за 1999 год в области архитектуры вот расскажите тут же должны быть какие-то особенности когда реконструируется объект наверное есть какие-то сложности но ваши студенты справляются да конечно добрый день коллеги тема связанная с устойчивостью в работах связанных с сохранением объекта культурного наследия конечно же специфична несколько слов о специфике этой области объекты сами по себе чаще всего экологически благоприятны и работа с ними в технологическом плане ведется преимущественно традиционными методами инновации технологические подчастно совместимы с задачами сохранения наследия но в ряде случаев эти технологии все-таки актуальны для обеспечения устойчивого развития объекта своеобразие сферы работ которые я очень кратко сейчас назвал требует формирования специфической скалы критериев рейтинговой оценки уже сложилась база для их создания однако пока мы ориентируемся на уже имеющиеся в этой области разработки еще одно предварительное замечание которое не только в нашей кафедре касается студенческие проекты это специфические эскизные проектирования и отсылы неизбежная неполнота охвата комплексности программы устойчивости многие вопросы могут быть рефиксированы только в нужном порядке и тем не менее у нас есть опыт рейтинговой оценки проектов правда преимущества в тех случаях когда наследие не очень древнее хочу остановиться на дипломном проекте Тихонова реставрации объектов культурного наследия МОДЕС-1 это МОДЕС-1 с приспособлением под филармонию руководитель профессор Мерине Пютчев в проекте дан подробный анализ градостроительной ситуации с точки зрения возможного обеспечения социокультурных условий жизни горожан адрес обосновывает уместность новой функции и уточняет задачи проекта реанализирована функциональная структура городского центра и района существующий баланс территории вот перед вами слайд который характеризует эту тему кроме того рассмотрена сложившаяся структура дислогации связанных с исследованием крупнейших учреждений культуры оценив транспортной ситуации дальше можно реальная и потенциальная доступность пешеходная на общественном и индивидуальном транспорте еще одно пожалуйста проект основывается на принципах модернизации и резкого сокращения строительного объема сохраняющегося производственной части следующий пожалуйста снятие вредности производства и при этом предполагается перепонферирование исторической ценной части комплекса наряду с традиционными для нашего проекта проблемами коммуникации парковок формирование социо-будового инфраструктуры комфортабельности пространственных решений решаются вопросы следующие шумозащиты и акустики оптимизация энергетического комплекса и наконец пожалуйста фрагмент итогового комплекса проектной графики это только фрагмент с учетом уже упомянутой невозможности включить в проект весь спектр критериев рейтинговой оценки и при доле условности оценки некоторых параметров мы вышли на итоговую сумму баллов отвечающую рейтинговым оценкам нижнего уровня высшего класса еще об одном проекте несколько слов Алина Капаева культурно-рекреационный кластер в здании горожан Мельникова на Новоризанской улице руководитель Александр Андреевич Кокон здесь особое внимание удивилась ландшафтная ситуация района переуплотненность дефицит зелени заставляла обратить внимание на утраченные ландшафтные особенности места обладавшего в прошлом развитой биологической системой соответствующим озеленением анализ анализ выявил сохранившиеся следы этой системы ресурсы ее частичного восстановления комплекс гаража и его окружения оказался одним из центров системы выявленных ландшафтных узлов что и определило направленность проектного решения с системой легких пространственно проникающих архитектурных составляющих с обилием зелени с восстановлением одного из ранее существовавших трудов и в разработанную ландшафтную концепцию органично вписался гараж Мельникова в проекте вполне традиционно внимание к транспортному обслуживанию формированию структур культурно-бытовых составляющих комплекса к конструктивным инженерно-техническим проблемам отмечу присутствие кратких разделов посвященных системе климатизации сезонным особенностям вентиляции и кондиционирования пожалуйста и применение общих критериев оценки это фрагмент завершающей графической подачи применение общих принципов оценки дает нам цифру несколько более низкую чем в предыдущем проекте но все-таки характеризирующую эту работу как работа среднего класса по рейтинговой системе причем что показанные проекты представляют лишь небольшую часть проектных ситуаций характерных для проблем и сохранения ценного культурного наследия благодарю за внимание спасибо большое Алексей Серафимович очень интересно вот у нас сейчас поступило четыре вопроса у вас есть еще возможность написать вопросы когда мы закончим со всеми выступлениями то мы подведем итог и ответим на ваши вопросы а сейчас я приглашаю кафедру ландшафтной архитектуры Екатерину Юрьевну Прокофьеву заведующую кафедрой профессора кандидата архитектуры тоже есть в ландшафтной архитектуре свои особенности надеюсь мы сейчас об этом услышим Добрый день коллеги я рада вас приветствовать на нашем вебинаре и мы очень счастлива той ответственностью которой мне возложено рассказать вам о том опыте который сложился на кафедре ландшафтной архитектуры в архиве мне хотелось бы представить вам несколько проектов которые характеризуют разные ступени образования от бакалавра до магистра и сделать акцент на том как знакомство с рейтинговой системой оценки студенческих проектов влияет на разработку концепции архитектурно-планировочного и ландшафтного решения и как оно формирует мировоззрение будущего архитектора на мой взгляд это является наиболее главной составляющей в процессе образования в марши и так первый проект это проект на степень декалавра представляет собой здание музея Москва подземная здание музея Москва подземная расположена на бывшей хитровской площади окруженной исторической застройкой площадь имеет богатую историю но с неизменным постоянством в разные периоды истории на площади всегда существовал сквер который вызывает вполне обоснованные такие как бы сожаления местного сообщества горожан о том что этот сквер был не парламерно застроен так вот дипломантка выбрала восстановление этого сквера основу своей концепции и получившийся музей представляющий себя сложный по пластике многоступенчатый объем организовывает площадь в ее историческом контексте зеленые насаждения запроектированные на разных уровнях эксплуатированной кругли так называемого пятого фасада становится композиционным центром вновь разбитого сквера и организует рекреационное пространство для горожан воспроизводство озелененных территорий путем создания садов на искусственных основаниях обеспечивает комфорт и качество архитектурно-пространственной среды в условиях плотной исторической застройки следующий проект пожалуйста самарская заречья архитектурно-ландшафтная организация пойма реки Самара тема дипломного проекта затрагивает актуальную задачу современной архитектурной практики реабилитации освоения нарушенных в ходе хозяйственной деятельности пойманных территорий крупных рек России проект освоения самарского заречья для жилищного строительства неоднократно переносился и отменялся ввиду чрезвычайной сложности участка дипломант справедливо оценил высокий эстетический экологический потенциал самарской Венеции обозначил приоритеты ее развития в качестве рекреационной территории вполне аналогичное решение автора об объединении всех заболоченных проток и озер в единую водную систему связанную с рекой Самары позволит решить экологические проблемы территории вызванные подкоплением в период паводков предотвратит застоя и обеспечит максимальную фильтрацию воды проектное предложение о комплексной застройке ряда островов жилыми домами средней и малоэтажности соответствует принятому в 2008 году генеральному плану развития Самары но в то же время является экологической и экономической альтернативой дорогостоящего нам его земли большой интерес вызывает создание разнообразных ландшафтов и успешный поиск соответствия приемов ландшафтной организации территории виду рекреационной деятельности на каждом острове на защите перед государственной экзаменационной комиссией инновационные предложения реабилитации нарушенных территорий опирающиеся на новейшие технологии имели высокую оценку и без сомнения такое решение задаст вектор устойчивого развития данной территории проект был также отмечен на международном смотре конкурса следующий проект пожалуйста ЭКУ садьба архитектурно-ландшафтная конверсия Бадайского поводаренного завода в городе Москва надо сказать что архитектурно-ландшафтная конверсия промышленных территорий с приоритетом создания общественных и рекреационных пространств является одной из актуальных тем проектной школы кафедры ландшафтной архитектуры в основе концепции проекта лежит идея автономности и принцип самодостаточности современного жилого квартала в крупнейшем мегаполисе в основе архитектурно-ландшафтной конверсии завода лежит идея преемственности классическая русская усадьба связывается с современным городским кварталом композиционная ось переходящая из усадьбы студенец переносит и основную идею построения традиционной русской усадьбы усадьба в русской культуре всегда представляла собой саморегулирующуюся структуру в которой было все необходимое для практически автономной жизни особый интерес представляет аналитическая часть дипломного проекта содержащая элементы научного исследования будьте любезны покажите в результате проведения ландшафтного визуального анализа следующий слайд историк архитектурного анализа следующий функционального анализа территории была выработана эта концепция следующая слайд мы видим усадьбу студенец на противоположном берегу Москвы реки и так называемый экоквартал усадьба на противоположном следующий на основе разработки этой концепции была разработана функциональная схема района проектирования и состав программа проектирования опирающаяся на современные достижения в области экологического проектирования это много уже можно вперед еще один слайд еще я хотела бы сакцентировать ваше внимание на решении на дендрологическом решении данной территории где был восток дендрологического решения были положены выборы растений устойчивых городской среде традиционных для русской усадьбы создающих дополнительные экологические приоритеты такие как шумозащиты пылезащиты архитектурная конверсия промышленной территории владыки на центр устойчивого развития концепция автора базируется на 11 принципах устойчивого развития последовательно раскрывается при разработке компактного энергоэффективного жилого комплекса музея современных экологических проблем крупных городов центр устойчивого развития детского студенческого научного центра единого общественного пространства с торговой функцией создание прогулочного маршрута зеленая долина являющаяся ландшафтной интерпретацией реки лихоборки заключенных коллектор решают задачу соединения постиндустриального парка с главным ботаническим садом городские огороды вертикальной фермы мусороперерабатывающий завод оранжерея адаптация инженерно-транспортной инфраструктуры к парковому ландшафту создание организованных компактных парковых воспроизводства территорий предложенные автором в проекте очень интересно ориентированно на новые технологии особый интерес представляет аналитическая часть дипломного проекта и ее графическое исполнение можно пролистать вот эти 11 принципов и проблемы задачи и средства их решения и в завершении магистрская диссертация по принципу устойчивого развития парков города Москвы на основании изучения практических достижений в ландшафтной архитектуре в работе дамо определение понятия устойчивого развития архитектурно-ландшафтных объектов базирующихся на трех составляющих экономической социальной экологической по результатам этого изучения были выявлены принципы устойчивого развития парков в дальнейшем было проанализировано состояние семи парков Москвы на соответствие принципу устойчивого развития результаты исследования, опробированного на проектирование парков на Гатинской поине. Решение задачи по определению методики повышения устойчивости ландшафта архитектурно-ландшафтными приемами и средствами было высоко оценено международным смотром конкурса и Союзом московских архитекторов. Можно показать следующие слайды, где как раз выделяются три приоритетные сферы в развитии, выделены основные принципы, на основании которых и был выполнен проект. Благодарю вас за внимание. Спасибо большое, Екатерина Юрьевна. У нас как раз осталось пять минут эфирного времени. К нам поступило, по-моему, пять вопросов. Я попрошу Георгия Васильевича вот сюда присоединиться, сделать камеру так, чтобы можно было показывать нас обоих. Я попрошу сделать короткое заключение того, что мы сегодня вот так хорошо провели. Вопрос я начну с конца, потому что был вопрос Костенко Татьяны Николаевны, проводится ли повышение квалификации по этим направлениям для преподавателей. В прошлом году мы проводили курсы повышения квалификации как раз на эту тему, так что проводятся. А будут ли проводиться еще? Видимо, речь идет о том, чтобы педагоги других вузов могли принять участие в этом. У нас создан в институте существует, как во многих вузах, факультет повышения квалификации. Это тоже вполне возможно. Я думаю, что это будет также осуществляться, как и дело с нами, вот в предшествующий буквально 2014 год. Дмитрий Владимирович, он задал три вопроса. Были приведены очень интересные проекты студентов-выпускников, и это, наверное, малая часть. Были ли случаи, когда проекты студентов-выпускников реализовывались в жизни? Ну, проекты в полной мере, как вы понимаете, не могут быть реализованы, но выпускники, получив те или иные навыки, знания, сейчас работают уже в практике, а и в частных бюро, и в проектных институтах Москвы, акционерных, реализуют эти идеи. И еще рано говорить, что это, собственно, только их проекты, это скорее коллективные проекты, в которых многие из идей, в том числе освоенных ими, или выдвинутых ими в период обучения, уже начинают реализовываться на практике. Триворучка Наталья Ивановна. Возможно ли приобрести научно-методические разработки? Если да, то как? Ну, вот со своей стороны, я вам предлагаю, есть такой журнал «Здание высоких технологий», и можете зайти в поисковой системе, его найти, там очень много интересного. Я понимаю. А вот про научно-методические разработки. Ну, вы знаете, Мархея издавна и традиционно являет центром методической литературы, ее издания, распространения. Я полагаю, что в рамках учебно-методического объединения мы сможем этот процесс организовать. Собственно, продажи не существует, но таким образом, последнее из разработанной по времени литературу сделать доступной и другим архитектурным и инженерным школам. Мы, безусловно, сейчас работаем, в частности, над тем, как создать и как распространять электронные учебники, электронные учебные пособия. Трунков Сергей Павлович, существует ли в московских архитектурных вузах курс по обучению пользованием современных компьютерных программ, таких как 3D Max и Revit? Или же данные навыки студенты должны получать самостоятельно? В Московском архитектурном институте я сейчас не готов говорить обо всех московских школах, но вот в Мархи существует, называется, учебный центр, в котором и проводится подготовка студентов по различным программам, программным комплексам. Два из них здесь приведены вами, а вообще спектр очень широк, и мы рассматриваем этот спектр поэтапно, как и сегодня звучало в выступлениях наших профессоров, заведующих кафедрами, постепенно от наиболее простых и доступных к более сложным на этапах уже магистратуры и аспирантура. Еще два вопроса от Дмитрия Владимировича Капко. Уделяется ли внимание обеспечению доступности объектов для маломобильных групп населения в проектах студентов, в том числе по организации городского пространства? Безусловно, эта тематика, которая звучала сегодня, это лишь часть тех проблем, рассматриваемых в курсовом, дипломном проектировании. Конечно же, мы решаем и те задачи, о которых вы говорите сейчас, маломобильные группы населения, специально разработаны методические указания. Наша задача сейчас при совершенствовании, я бы сказал, может быть, корректировки, итерации дальнейшей системы мархи рейтинга устойчивости добиться включения и учета всех параметров. Но вот эти параметры в том числе учитываются. И последний на сегодняшний вебинар вопрос Дмитрия Владимировича Капко. Изучают ли студенты мархи технологию производства и возможные пути снижения ее энергопотребления? Посвящен ли этому отдельный курс? Отдельного курса не существует, но в рамках тех дисциплин, которые преподаются на кафедре, в частности выступал профессор Актер Сталев, заведующий кафедрой промышленной архитектуры, в курсах этих кафедрой, безусловно, эти вопросы рассматриваются. Кроме того, рассматриваются возможности снижения энергопотребления во всех практически спецкурсах, которые идут по кафедрам. Вы слышали эти выступления. И вот возможности сокращения расхода энергии в плане организации, учета особенностей реализации всего жизненного цикла зданий на разных кафедрах, эти вопросы по-своему, но сейчас, очевидно, рассматриваются достаточно широко. И с большим интересом студентов, о чем я должен, безусловно, сказать, это уже все вопросы, да? Да, это все вопросы. Но вот что для нас очень важно, знаете, может быть, мы сегодня с вами работаем со студентами, имеющими достаточно большой опыт жизни, большой опыт жизни в информационном пространстве, в пространстве информационных технологий. Окружение с детства, которое они, в общем-то, считают своим естественным, это кнопки компьютера, экрана, на экране много изображений, это постоянная игра в детстве, это игра в школе, игра в ответы, вопросы, получение нужных, может быть, комбинаций, композиций и так далее. Это такое игровое мышление, свойственно студентам, пришедшим в последние вот 10 лет в высшую школу. И, как голландский философ Хёйзинга говорил, играющий человек и созидающий человек, это достаточно могут быть близкие понятия. Поэтому вот такой созидательный элемент игры, заключенный в рейтинговой системе, позволяющий не только в итоге оценивать свою работу, но и на этапе разработки эскизов оценивать постепенно шаги свои по разработке тех или иных идей, дает возможность достигать достаточно интересных эффектов. Поэтому студенты, как бы играя, но играя созидательно, реализуют вот те идеи, которые сегодня приняты человечеством, как и день устойчивого развития. Я хотел бы поблагодарить наших участников сегодняшнего вебинара и, безусловно, нашу команду Московского архитектурного института и, конечно, всех, кто сегодня имел возможность и уделил внимание нам, услышать нас. Мы надеемся на сотрудничество, на то, что опыт, который сегодня был вам представлен, это будет опыт и других школ. Вероятно, что осенью 2015 года, этого года, мы проведем научную конференцию в Московском архитектурном институте, которая бы дала возможность увидеть этот опыт в действии и оценить наши возможности в движении, которое сегодня называется движение по устойчивому развитию. Я также хочу в завершение поблагодарить ведущего нашего сегодняшнего вебинара и Марьяну Михайловну за возможность организовать наше общение с такой интересной и, в общем, как мы понимаем, огромной аудиторией. Спасибо всем за внимание. Спасибо всем участникам, спасибо всем выступающим. Я попрошу оператора показать наш большой, замечательный, красивый зал, где вы увидите еще раз всех выступающих. И по традиции Московского архитектурного института аплодисменты. Продолжение следует...